27 декабря 2007 года. В Москве начинается движение по Вантовому мосту «Живописный». Центральный пролет этого уникального сооружения длиной полкилометра висит в воздухе на высоте 30 метров. На самом верху стеклянная смотровая площадка в виде летающей тарелки. Все сооружение поддерживают 72 стальных троса. 4 декабря 2009 года. В Москве после реконструкции открыт легендарный монумент рабочей колхозницы. Памятник вовремя спасли от разрушения и победили злейшего врага – ржавчук. И мост, и памятник стали своего рода полигонами для испытаний новейших технологий защиты металлических конструкций от коррозии. Их сохранность гарантируют невидимые глазу композитные покрытия. «Наши покрытия летают в самолетах, плавают в кораблях, ездят в автомобилях, используются в нефтяной и газовой промышленности». Удивительно, но материалы толщиной всего в несколько миллиметров могут защитить от коррозии как минимум на 100 лет, помочь в создании реактивных истребителей пятого поколения. Они спасают жизнь космонавтам при возвращении космоса и дают возможность бурить сверхглубокие скважины нефтяникам и газовикам. Что же это за технологии, которые способны радикально изменить свойства механизмов и агрегатов? И как российским новаторам удалось освоить технологии, которые делают в реальность то, что еще вчера было фантастикой? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он работает в паровой турбине Сейчас здесь будет происходить лазерная закалка шеек При помощи лазерного луча и быстрого охлаждения Лазерное излучение крайне опасно для зрения человека Наблюдать за процессом без вреда для глаз может только видеокамера На экране чётко видно, как изменяется структура металла Стальной блеск сменяет более тёмный оттенок уже закалённой стали Рождение новой защитной оболочки идёт на микробном уровне Луч лазера почти мгновенно разогревает поверхность детали до 2000 градусов Также мгновенно происходит и её остывание Такой резкий перепад температур приводит к так называемому мелкодисперсному эффекту Структурные зёрна, из которых состоит сталь Сначала встряхиваются энергией лазера И тут же при резком остывании укладываются в новом, более плотном порядке Такое уплотнение структуры металла многократно повышает его прочность На эти детали не допускается никакое термическое воздействие Но здесь настолько направленный луч, что температура распространяется максимум на 1 мм в глубину детали Происходит лазерная модификация поверхностного слоя Если у нас до обработки твёрдость была 26 единиц, то сейчас будет 62 За счёт трёхкратного увеличения твёрдости стойкость обработанных сегментов вала к износу выросла многократно И потрачено на это было всего 5 минут Зато теперь агрегат гарантированно будет работать ещё 5 лет Ещё одна технология для повышения прочности обрабатываемых деталей – плазменное напыление материала С её помощью можно нанести покрытие, которое обеспечивает защиту от температур в 1000 градусов Синтез нового материала происходит на конце этой штанги Здесь находится так называемый плазматрон Он напыляет на деталь тончайший слой тугоплавкого вещества – керамики или металлокерамики В плазматроне создаются условия для образования дуги из полностью ионизированного газа – так называемой плазмы Её температура может достигать 10 000 градусов В средств плазматрона подаётся порошок, состоящий из компонентов наносимой поверхности Порошок мгновенно разогревается до температуры плазмы И под давлением буквально вбивается в поверхность детали В результате образуется мощное термозащитное покрытие Толщина которого сопоставима с толщиной человеческого волоса Мы создаём сегодня материалы, которые представляют композицию Композицию материалов с разными свойствами Современная техника просто не может эксплуатироваться То есть без наших покрытий большинство самых современных изделий Просто не смогут выйти на те параметры, которые заложены в конструкторской документации Подобные защитные покрытия применяются для изготовления истребителя нового поколения Т-50 Ведь рабочие температуры внутри его двигателей достигают запредельных 2000 градусов В природе не существует металла, способного выдержать такие нагрузки Композитные покрытия способны увеличить предельные возможности материала Современный газотурбинный двигатель не может работать без применения термобарьерных уплотнительных покрытий Он просто не зажжётся, не закрутится Создание и разработка подобных высокотехнологичных процессов идёт не годами, а десятилетиями Поэтому во всём мире компаний, занимающихся композитными материалами, буквально наперечёт Наши специалисты, несмотря на экономические проблемы лихих 90-х, смогли сохранить производство Более того, именно в этот период были созданы базовые технологии, которые сегодня дают стабильный доход Те люди, которые хотят чего-то достичь, они просто заработают деньги, они у нас работают И успех потом приходит, позже, после долгого, планомерного, тяжёлого труда Сохранить и приумножить научный потенциал новаторам помогает продуманная кадровая политика И опора здесь не на столичную молодёжь, а на таланты из российских регионов Могу большое благодарность сказать именно Казани, Казанский авиационный, Ухимский авиационный, Тульский политехнический Есть, конечно, несколько ребят из московских вузов, но, опять-таки, это те ребята, которые заинтересованы что-то создать Сегодня продукция предприятия покрывает потребности российской энергетики и химического производства По статистике, с помощью разработок компаний ежегодно бурится свыше тысячи нефтяных и газовых скважин Добывается более 10% российской нефти Проверка качества нанесённого покрытия происходит в заводской лаборатории на микронном уровне Вот так выглядят структуры, которые полностью меняют возможности традиционных материалов Одни покрытия гарантируют многолетнюю защиту от коррозии, другие защищают от механических повреждений Последние особенно востребованы в судостроении и гидроэнергетике Здесь злейший враг велопастей и винтов – кавитация Микроскопические пузырьки газа, образующиеся при вращении винтов, разрушают их поверхности Снизить взрывное воздействие микропузырьков и сэкономить на ремонтах судов и гидротурбин помогают композитные покрытия Испытания, проведённые нами совместно с крупным российским производителем гидротурбин, силовыми машинами Подтвердили, что стойкость нашего покрытия к кавитации в 10 раз превышает стойкость кавитационно-стойких стадий Мы решили самостоятельно убедиться в возможностях новых технологий По нашей просьбе специалисты изготовили вот эту деталь Одна её половина, более тёмная, обработана покрытием, защищающим от механических повреждений Другая половина ничем не защищена Теперь возьмём надфиль Его острых граней боится любой металл Мы делаем первую царапину Как видим, на той части детали, где есть защитное покрытие, царапины нет Повторим манипуляцию Результат всё тот же Покрытие надёжно защищает деталь от воздействия А теперь ржавчина Одна из этих пластин с защитным покрытием Другая просто окрашена Мы посадили пластины в цветочный горшок и в течение месяца старательно за ними ухаживали Поливали трижды в день Результаты эксперимента налицо Там, где была обыкновенная краска, созрел богатый урожай ржавчины Пластина с защитным покрытием практически не изменилась Ещё одна продвинутая технология создания композитных покрытий Это высокоскоростное напыление Технология позволяет наносить защитные покрытия, которые значительно упрочняют детали Методику высокоскоростного напыления можно смело отнести к космическим технологиям Ведь, по сути, деталь сейчас обрабатывает миниатюрный ракетный двигатель Как и в настоящей ракете Основные компоненты топлива для этой установки – керосин и чистый кислород При их сгорании образуется струя газа с температурой 1600 градусов В струю подаётся порошкообразный металл для напыления защитного слоя Тугоплавкий порошок мгновенно разогревается до состояния пластилина И со скоростью в 8 раз быстрее скорости звука вбивается в поверхность детали И тут же мгновенно остывает В результате на поверхности формируется своего рода панцирь, устойчивый к эсиранию В данной камере происходит высокоскоростное напыление Которое характеризуется наивысшей адгезией при атмосферном напылении И позволяет наносить материал В данный момент наносится карбид вольфрама Это максимальная твёрдость покрытия Замечательные свойства по износу стойкости И это далеко не все возможности компании Сегодня в арсенале наших новаторов почти полторы тысячи композитных покрытий Которые защищают от температурных воздействий, давления, снижают трения Противостоят кислотам или радиационному излучению И каждый год этот высокотехнологичный список пополняется Сейчас у нас действует специальная компания О технологической системе защитных покрытий Которая занимается исключительно разработкой новых технологий Это 30 разработчиков Которые являются лучшими в России Специалистами по газотермическому напылению Лазерной и плазменной наплавкой Среди их разработок есть действительно уникальные вещи Которым нет аналогов в мире И эти разработки позволяют обеспечить Действительно больший ресурс С лучшей ценой Это признается не только нашими специалистами Это признается и зарубежными компаниями У нас на предприятии на данный момент Эксплуатируется, используется Порядка 19 модификаций методов нанесения покрытий Нет ни одного предприятия в России В котором был бы представлен весь комплекс этих технологий И соответственно мы для каждого изделия Подбираем свой материал и свою технологию Композитные покрытия творят чудеса Не только в технике, но и в экономике По данным компании «Газпром» Только в одном ее подразделении Где было обработано оборудование для сероочистки Экономия составила 700 миллионов рублей в год Пленки толщиной с человеческий волос Способны обычным материалам придать сверх возможности И воплотить в реальность самые смелые замыслы инженера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok